История об истории. Два года назад в центре Чебоксар строители откопали часть старинной печи. Находку законсервировали на время, чтобы подойти к делу профессионально с научной точки зрения. Сегодня ученые-археологи завершили раскопки и получили больше вопросов, чем ответов. Открытый лист на раскопки получил ново-чебоксарский историко-художественный музейный комплекс. Заместитель директора комплекса Дмитрий Спрыжков считает, это не что иное, как маленький кирпичный завод. Историки утверждают, что это самая распространенная и долгоиспользуемая технология производства кирпича путем обжигов специальной печи. Чебоксарская находка представляет собой такую печь в разрезе. Хорошо заметны и три топочных канала, и камера для сушки, и решетки. Подобные печи использовались на протяжении всего строительного сезона, это май, сентябрь, октябрь. Потом их могли разобрать, могли оставить, и производили кирпич довольно-таки усиленно. Потому что каждая загрузка кирпича, вообще этот процесс от загрузки до изъятия, он длился три недели. Пока печь топилась, потому что сначала температура держалась небольшая, потом ее усиливали, потом опять сбрасывали, чтобы кирпич не перекаливался, потом все это остывало неделю еще. Точную дату строительства печи установить пока не удалось. По мнению археологов, это конец 18-го, начало 19-го века. Но очень и очень предположительно. Дело в том, что в этот период прекратили использовать в строительстве большемерный кирпич 35 на 15 на 8. А именно из такого кирпича сложена печь. Впрочем, есть и другие версии, тоже достаточно убедительные. Практика показывает, что это вовсе не значит, что данная печь 17-го или 18-го века. Потому что вот здесь вот вблизи был дом композитов Робьевых 5А, который считался, что построен в 1935 году, а часть дома была построена из кирпича, вот как раз из такого, из большемерного кирпича. То есть кирпич в 30-е годы брали из храмов, из разрушенных, и их пускали, так сказать, в дело. То есть вполне возможно и здесь то же самое было. Застройщик, которому достался участок с сюрпризом, свою лепту в установлении исторической истины внес, помог археологам с техникой. Компания готова принять участие и в дальнейшей судьбе находки. Мы хотим, конечно, максимально сохранить этот объект, но предложили Минкультуре, и мы сегодня перенести его. То есть демонтировать и собрать экспозицию. Мы подготовили уже место, то есть мы подготовились, подготовили место под музей. Так что мы готовы перенести, профинансировать, насколько это возможно, и в каком-то виде сохранить это. Мы, знаете как, все, наверное, любим историю, все интересуемся прошлым, но не хотелось бы, конечно, ни в коем случае, чтобы это прошлое нам мешало в настоящем строить будущее. Принести объект на другое место было бы хорошо еще и потому, что печь постоянно заливает дождевыми и грунтовыми водами. Если музеифицировать ее прямо здесь, понадобится приложить массу интеллектуальных, физических и финансовых усилий. Но, повторим, все зависит от того, насколько ценной с исторической точки зрения окажется находка. Пока решили пригласить из Ульяновска ученого-историка, который считается специалистом по печам. Впрочем, Дмитрий Спрыжков тоже скоро им станет. Помимо Чебоксарской печи в его активе – средневековый металлургический комплекс в Шишкарах. Там, на Волжском берегу, археологи нашли сразу семь горнов, где из болотной руды добывали железо. Так что печи, похоже, научная судьба Дмитрия Спрыжкова. Продолжение следует...